Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Notruf112. И пока у нас нет никаких вызовов, я решил устроить самую масштабную пробку. Вот, смотрите, неопытный водитель врезался в столб и никак не может найти заднюю передачу, поэтому образовалась вот такая вот пробочка. Давайте посмотрим, насколько она масштабна. Так, по-моему, я уже вижу конец на самом деле, но... Но сейчас должны подъехать другие автомобили. Блин, только посмотрите на это. И ведь никто даже не решается объехать. Например, в GTA уже давно бы объезжали, и по тротуару даже. А тут что-то не хотят. Да, все подъезжает и подъезжают машины, смотрите, и вроде как никто из этой пробки не исчезает. Возможно, через весь город можно сделать пробку. Хрен его знает. Но мне кажется, в конце концов, рано или поздно, автомобили в данной пробке просто начнут исчезать. Только посмотрите на это. Так, ну-ка. Что-то больше никто, похоже, не подъезжает. Может, все? Больше трафика не будет. Только данная пробка. Теперь еще и оттуда люди не могут выехать. Тоже здесь пробочка, смотрите, уже миниатюрная организовалась. Ну-ка, едет там кто-нибудь? Неужели все? Неужели это все автомобили? И там что-то пробка. А, нет, вот, смотрите, куча машин на светофоре, что ли, стоит. Что-то не очень понятно. И здесь пробка почему-то. Так, ничего не исчезло. Все пока нормально. Да, эти на светофоре стоят. И проехать они, естественно, прямо не смогут. Но, возможно, кто-то из них хочет повернуть направо. Но явно не автомобили в первых рядах. Потому что поворотники у них не включены. Блин, смотрите. Еще и здесь пробочка организовалась. А здесь почему? Давайте проверим. Так, я надеюсь, что наша основная не исчезнет. Давайте здесь посмотрим, что случилось. По-моему, просто на светофоре стоят. Или там тоже кто-то вхерачился. Вот сейчас загорелся зеленый свет. Но пробка не движется вообще абсолютно никак. По-моему, там еще одно ДТП. Давайте подойдем поближе или нет. Так, а здесь у нас, похоже, еще одна дополнительная пробка. Непонятно, почему так. Смотрите, тоже неплохая такая. Достаточно большая. Почему вот этот вот грузовик просто не едет? Если тот мужик врезался в столб, тут все понятно. А этот просто не едет, просто не хочет. Давайте, кстати, его попробуем столкнуть, например. Нет, не получается. К сожалению, чтобы столкнуть нам какую-либо технику, обязательно нужно застать ее в движении. Так, ну давайте возвращаться. Значит, уже наша пробка не увеличится. Точно. Блин, вызовов до сих пор нет, как ни странно. Что-то уже совсем много времени прошло. Но нам есть чем заняться. Точнее уже нечем, потому что наша основная пробка достигла максимальной длины. И больше к ней тачки присоединяться не будут. Вот из-за других многочисленных пробок к нашей никто подъехать просто не может. Вот такую ситуацию мы создали в городе. Только посмотрите на это, сколько здесь пробок. Я уже забыл, где моя основная на самом деле. По-моему, она рассосалась. Она разве не здесь была? Или вот там? Вот хер его знает. Я уже кругами бегаю. Но здесь где-то должен быть мужик, который вхерачился в столб. Я его пока что не вижу. Здесь просто люди стоят из-за вот той пробки. Проехать туда не могут. Где-то здесь, по-моему, была моя основная пробка. Но, наверное, уже не важно. Да, смысла в ней уже нет. Так что ожидаем просто вызов. Сколько можно уже. Дайте хоть какой-нибудь вызов. Итак, а у нас, наконец, первый вызов. Какая-то авария на дороге. Участвует только центральная пожарка. Ну, давайте сначала заводил, а потом, если что, переключимся. Блин, такое ощущение, на самом деле, что новых вызовов больше не будет. В таком случае, наверное, стоит подождать какое-то обновление. Потому что постоянно одни и те же вызовы выполнять, ну, это совсем скучно. Так что, если сейчас задания снова будут повторяться, наверное, мы действительно так и поступим. Дождемся обновлений, где добавят новые задания. А такое точно будет, потому что игра в раннем доступе, и ее довольно часто обновляют. Так, мы сели. Все уселись вроде как. Я последний, по-моему, даже прибежал. Так, голубые огни врубаем. И выезжаем, друзья. Смотрите, уже пробок никаких нет. Как только мы выехали. Точнее, как только задание мы начали. Сразу никаких пробок, никакого даже трафика практически. Вон, пару машин. Давайте проскочим здесь на красный свет. Блин, мне повернуть надо было. Да, только сейчас заметил. Так, ладно, давайте здесь прямо развернемся. Ничего страшного не произойдет. На всякий случай мы, наверное, врубим сирену, чтобы никто нас не протаранил во время этих действий. Так, давай, давай, давай. Газу. Отлично. На несколько секунд. Кстати, наш маршрут вообще пропал с навигатора. Так, вот здесь уже поболе машин. Некоторые пытаются повернуть. Но мы все равно проскакиваем. И опять я только что заметил, что нам нужно поворачивать. Так, тихонечко мансуем, просто размансовываем. Обгоняем фургончик. Снова поворачиваем. Так, ну нам придется, по всей видимости, выехать из города немножко. Ну, не совсем. На крайний город, в общем, это произошло. И мы видим, как всегда, два столкнувшихся автомобиля. Двое мужиков. Выясняют отношения. По-моему, мы уже три таких вызова выполняли. Или четыре, возможно, даже хер его знает. Я сбился со счета. Так, мы выбегаем. И сейчас будем распиливать машину или нет? Нет, машину мы распиливать не будем, потому что внутри никого абсолютно нет. Значит, мы будем засыпать пятнышко. И, собственно, все. Сейчас расставим еще конусы. Смотрите, номер даже отвалился. Наш коллега пришел с огнетушителем. В случае чего... А, погодите, нам нужно вытащить рукав. Да, совсем я забыл. А то я уже начал наблюдать. Или все-таки будут распиливать. Смотрите, он взял инструмент гидравлический. Конусы уже поставлены. Давайте вытащим сюда. И вот сюда. Это нам вряд ли пригодится. Так, погодите. А, да-да-да, перекусить же. Перекусить аккумулятор. Ну, давай, перекусывай. Ну, что я призадумался? Я быстро перекусывал, в отличие от тебя. Давай-давай. Ты же не первый день на работе, в конце концов. Он перекусил или что? Он не перекусил. Он просто вернулся назад. Что за говно? А, там нужны кусачки, по-моему, обыкновенно. Не обязательно гидравлический такой гигантский инструмент, наверное. Или что происходит? Теперь другой мужик подошел. Знаете, наверное, даже интереснее наблюдать за ботами, чем самому все это выполнять. Другой мужик подошел и смотрит. Нам говорят, чтобы мы проверили, опять же, интегральную помпу, использовали ее. Идет наш напарник по команде засыпать. А этот так и стоит. Прямо на ноги. Ну, молодец, запачкал ему ботинки. Теперь вычищать ему придется. Так, сейчас разможет. Прибежит еще один человек. Я не знаю, чем он стоит. Это странно, друзья. Возможно, нам придется на него переключиться, чтобы выполнить действие. Чтобы перекусить все-таки. А, вот он перекусил. А как ты это сделал? Телепатия, что ли? Ни хера себе. Вот это да. Здорово. А, тут, кстати, женщина и мужик. Как дела? Я вам не мешаю? Не похоже. Боже мой, вы только посмотрите на нее. Кошмар какой. Причем у них футболки одинаковые и джинсы одинаковые. Так, ну все, да, засыпали. Размазали. Эм, кто-то кинул на землю вещество и закрыли ворота, главное. Эй, вы че? Надо на место поставить? Или... А, нет, вот, не закрыли. Ладно, давайте поставим сами. И, собственно, все. Наши конусы собираем. Закидываем в пожарку и уезжаем. Вот такой вот вызов. Блин, неужели здесь на данной стадии нет вызовов каких-то больших? С горящими домами, например. С многоэтажками горящими. С пожаром там в квартирах и так далее. Это, конечно, печалит немного. Но, как я уже сказал, игру обновляют, так что наверняка это все добавит. Это все-таки симулятор пожарной службы. Так, вырубаем мы сирену. Вот уже в ушах этот звук. И аккуратненько возвращаемся на базу. На этот раз другим путем. Давайте быстренько проскочим на зеленый. Ну, почти. Нормально. На желтый тоже сойдет. Так, разворачиваемся. Мы будем следовать, в общем, за нашей тачкой, которая идет впереди нас. Что мы сделаем? А, мне показалось, она на тротуар выехала. Но нет, все нормально. Так, быстро, 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 быстро! По-моему, в меня только что вхерачивалась тачка или нет? Или она все-таки проехала? Хотел я проскочить. Думал, меня пропустит данный автомобиль. Но забыл, что боты здесь из трафика совсем деревянные. Не знаю, впилился он в меня или нет. Надо было вовремя переключать камеру. Ну, вроде как, миссию мы не зафакапили. Задание. Так, давайте тоже поворотник врубим. И сейчас припаркуемся. Будем ожидать следующего вызова. Я надеюсь, этот вызов не связан с пятном опять, с лужей на асфальте. Или с аварией очередной, с очередным ДТП. Или, может быть, там снова возгорание фуры, возгорание тягача. Или горит помойка опять, что-нибудь такое. Или, представляете, снова будет ложный вызов в том супермаркете. Тогда это точно будет знаком, что пора уже подождать обновлений. И перестать выполнять одни и те же задания. Так, нам нужно немножко проехать. Вот наш гараж. Заезжаем на газончик. И вот таким вот образом паркуемся. Никто здесь не выезжает. Нет, все в порядке. Так, даем назад. Отлично. Ну, наверное, выполнили мы задание где-то минут за семь. Так, что такое? Все, нормально припарковались. Выходим. За девять даже минут. Я практически ничего не делал. Просто наблюдал за своими коллегами. Но это даже было интереснее, чем делать все самому, на самом деле. Причем я и так все эти действия проделывал сам. Итак, а у нас следующий вызов. И угадайте, какой, похоже, я ванганул. Это снова наверняка очередная ложная тревога. Ну, окей. Давайте возьмем эту пожарку. Давайте посмотрим, что на этот раз. Сейчас опять будем полдня собираться все. Так, давайте пропустим. Кого-нибудь нет? Никто? Тогда погнали. Включаем синие огни. И едем, пристроившись. А, здесь опять рядом. Ну да, конечно же, други. Конечно же, снова тот же супермаркет. И опять ложная тревога 100%. Я не знаю, блин, когда они починят уже свою пожарную систему. Хочется, честно говоря, самому поджечь этот странный супермаркет. Так, давайте припаркуемся здесь. Подождем всех остальных. Ну, естественно, мы дольше будем здесь парковаться, чем проверять всю эту систему. Давайте, давайте. Все, можем начинать. Все доехали, вроде все. Да, отлично, начинаем. Ну и, как всегда, вылезаем. Я даже побегу, смотрите, первый на этот раз. Да давай быстрее. Или нет? Нет, не первый я, к сожалению. Опять проверяем систему, и оказывается, что это ложная тревога. И так, все видно. Никакого сгорания нет, никакого дыма, ничего такого. Да, вот он уже здесь. Склад тоже не горит. Фудака называется супермаркет. Замените первую букву F на M. И это, наверное, более подходящее для данного супермаркета название. Ну а мы, как я и говорил, возвращаемся и просто отправляемся на базу. Давайте сейчас посмотрим, какой вызов будет. Если опять какой-то повторяющийся, тогда мы действительно отложим, наверное, следующую серию. И она уже выйдет после обновления какого-нибудь крупного с новыми заданиями, например. Или, может быть, еще чем-нибудь интересным. Так, мы все врубаем. Рассчитывается маршрут. Все залезут на это? Да, смотрите, на этот раз все залезли спокойно, без приключений, никто не застрял. Погнали тогда, погнали. Главное сейчас не вхерачиться, в своих же. А то смотрите, как они маневрируют. Так, вот один что-то встал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Поворотник врубил и встал. А почему некоторые не выключают сирены, например? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Зацепил, кажется. А то все-таки часто работающая сирена напрягает, конечно. Потом этот звук стоит в ушах. Минут тридцать. Возвращаемся по более длинному пути. Но если поднажать... Так, вот на этой полосе никого нет. Давайте проскочим сейчас профессионально. Так, резко тормозим. Заворачиваем. И без происшествий оказываемся впереди наших коллег. И доезжаем. Блин, ну мы кругами. На самом деле надо было развернуться на месте. Так, быстрее бы доехали. А то мы сделали такой круг, получается. Так, сместимся тут. Подрежем фургончик. И отправляемся на базу. А что если мы закроем, кстати, гаражные двери? Так, ну-ка давайте так и сделаем. Так, допустим, закрыли. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, смотрим. Не успел, не успел. Отлично. Сейчас, наверное, они автоматически откроются, да? Смотрите, он начинает уже с задом припарковываться. Но похоже, он сейчас в закрытые ворота вхерачится. Ну-ка, ну-ка. Нет. Или да. Да, друзья. Ну вот и все. Вот ты и застрял. Никогда тебе не вернешься. Ух. Ё-моё. Хорошо, ты победил. Все-таки он нашел способ портнуться на место. И смотрите, где я оказался. Здесь мы, пожалуй, и будем ожидать наш следующий вызов. Что-то нашему коллеге, по-моему, поплохело. Он херачится об дверь, смотрите, бьется просто головой. Так, а вот и отсчет. Семь минут мы действовали. Ну, окей. Ожидаем, в общем, следующего вызова. А нет, смотрите, наконец, новое задание. Горящее задание, как я и хотел. Возможно, нужно вначале пройти несколько мелких, чтобы открылись побольше задания. Хер его знает. Ведь игра, по сути, не сохраняется. Не сохраняется ни день, ни время, ничего абсолютно. Так что каждый раз, наверное, нужно пройти 2-3 мелких миссии и откроются уже какие-то новые. Так, ну ладно, давайте возьмем водилу центральной пожарки и посмотрим, что же там за горящее здание. Подъезжаем к месту действия. Оказалось, тут недалеко. Но никакого горячего здания я пока что не вижу, честно говоря. И дыма тоже нет. А нет, вот вижу, друзья. Так, действительно, смотрите, дом горит. Второй этаж. Значит, нам сейчас нужно будет задействовать лестницу, как минимум, скорее всего. Возможно, подъемник. Так, давайте быстрее. Наконец-то хоть что-то новое, хоть что-то интересное. Пока виден только дым. Сильного пламени нет. Так что я думаю, мы справимся. Но дым валит, конечно, будь здоров. Так, ну что там, все на месте? Нет, не все. Вот теперь должны все быть на месте. Или нет? Еще кто-то не приехал? А нет, все нормально. Так, стартуем. Давайте вытягиваем, в общем, рукав. И сейчас посмотрим. Мы все-таки на этой миссии первый раз. Сейчас посмотрим, что нам нужно здесь делать. Так, нам дали указ осветить зону. Так что нам нужен вот этот вот фонарь. Так, ну вроде осветил, да? Да, отлично. Прямо на место посветил. Так, и все, я могу выйти? Да, вроде как могу. Теперь ждем следующих инструкций. Давайте понаблюдаем за нашими коллегами тогда. Так, у нас тянут рукав. Все соединяют. И готовы уже тушить пожар. Но огня я не вижу. Похоже, либо нужно в здание залезать. И потом подниматься на второй этаж. Тут окна-то даже закрыты. Сомневаюсь, что в это здание можно войти. Наверное, мы все-таки будем юзать лестницу или подъемник. И как-то тушить, не знаю. Давайте пока понаблюдаем просто. Так, ну это все мы делали. Подсоединяет рукав, все, раскладывает. Так, 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 а нет, смотрите, можно. Погоди, погоди, мужик. Какой? Кто он там? Блин, я не успел посмотреть, кто он. Давайте просто побежим за ним. Смотрите, сквозь лестницу протягивается рукав. Давайте просто понаблюдаем за ним тогда. Блин, значок провалился в сраный дом. Кто ты? Я хочу на тебя переключиться. Я тоже хочу зайти в дом. Блин, непонятно кто он, друзья. Не могу я посмотреть. Можно, короче, методом тыка, конечно, переключаться. Давайте так сделаем, наверное. Так, F2. Нет. Во, отлично, друзья. Со второй попытки. Так, я здесь. Я готов. Но они еще подготавливаются. Да, этот чувак ожидает инструкции. Снаружи что-то они там делают еще. Можно пока глянуть, наверное. Давайте так и сделаем, пожалуй. Так, F2. Ну-ка, что они здесь намутили? На самом деле ничего. Кстати, уже рассвет. Уже светло. Нет, они просто стоят, видимо, и командуют. Так, ладно. Назад тогда переключаемся. F3. Пока у меня нет никаких заданий. То есть я, по сути, должен ожидать инструкции? Или может все-таки зайти раньше времени? Я могу открыть дверь. Ладно, давайте без команды просто прорвемся внутрь. А то, может, команда была. Я ее профукал. Так, здесь у нас горит диван. Да, или что это? Да, похоже что-то на диван. Давайте тушить. Картина, смотрите, горит. Так, ну сейчас быстренько справимся. Ну, наконец-то, друзья. Новое задание. Смотрите, как странно валит дым. Как будто, наоборот, сюда из улицы. Блин, что-то плохо видно. Давайте сделаем вот так вот. Нет, тоже дерьмово. Надо, наверное, чуть подальше отойти. Я не вижу, куда струя пропадает куда-то за огонь. Я могу его потушить? Или мне нужно действительно ждать команды? Вроде тушится. Да, давайте тогда картину сначала потушим. Или что это? Как же криво это все работает. Только посмотрите на это великолепное пламя. Ну, вроде как тушится. Да, постепенно. Хоть и струя куда-то попадает. Непонятно куда. Так, здесь мы закончили. Нет, не закончили. Еще немного. Все, вот теперь точно закончили. Остался диван. Так, главное сейчас не попасть. Под огонь. Давайте как-нибудь вот так. Вот вы видите, что происходит? Как будто сквозь огонь проходит вода. Так, блин, сраный стул или кресло-качалка. Что это за говно? Давайте как-нибудь так, что ли, попробуем. За телевизором можно еще подойти. О, можно напором воды даже мебель перемещать. Хера себе. Так, давайте так, что ли, как-нибудь. Ковер, что ли, горит, а не диван? Трудно понять, конечно. Так огонь еще выглядит. Я тушу просто все подряд. Но явно не справляюсь. Спустя какое-то время пламя наконец начал уменьшаться. Значит, я все-таки правильно все делаю. Ну, как-то вот так я направил. И оно, наконец, постепенно стало уменьшаться. Да, вот видите, все меньше и меньше. Дым уже валит только из этого окна, которое близко расположено к пламени. Да, совсем немного осталось, друзья. Хорошо, что никого здесь не было в доме. Никто не пострадал. Так, диванчик пострадал. Ковер за 10 тысяч долларов, наверное. И картины. И все. В принципе, дом-то целый остался. Квартира, точнее. Ну и дом, конечно же. Так, о, здесь еще можно дверь открыть. Так, давайте еще тут пожрать можно на кухне. Так, цветок какой-то. На плите, кстати, стоит кастрюля, но там в ней ничего нет. Уже все сожрали до меня. О, какая прекрасная баночка, смотрите, низкополигональная. Арбузик тоже низкополигональный. Какие-то консервы, возможно. Боже мой, только посмотрите на это качественное изображение. Великолепно. Просто велико, я бы сказал. Так, открываем здесь душик. Можно помыться тогда сразу. О, можно еще и подсмотреть. Коридорчик, смотрите. Замечательно. Ну что, ребят, я потушил, все сделал. Можно тут вылезти через окно? Но нет, к сожалению, придется по-нормальному спускаться. Погнали, погнали. Вот, смотрите, тут блю-рейт диски даже есть. Неплохо, неплохо. Так, а эту дверь мы открывали? О, еще одна комнатка спальная. Ни хера себе вот эта вот. Даже несмотря на низкое разрешение текстур, выглядит классно. Отлично. Отличная комната. Какой-то мужик. Кот, смотри. Как будто с повязкой на глазу, но это, наверное, цвет такой. И еще одна картина. Книжки. Так, ладно, засмотрелись мы что-то. Я хотел, конечно, что-то спереть. Давайте закроем все-таки дверь. Но мы делать этого не будем. Мы порядочный работник. Тогда закрой ты, сраная, дверь. Почему она не закрывается? Не закрывается, в общем, дверь. Надеюсь, ничего не сопрут. Все, просто мы спускаемся назад. Давайте переключимся, наверное, снова за водилу. Пока тут будут все разъединять, а то это самая скучная часть, мы будем уже дожидаться наших коллег внутри пожара. Блин, вы только посмотрите, как это забавно выглядит со стороны. Почему он не встал? Мне это очень странно. Заставили все-таки меня опять закрывать ворота. Но я не могу прицелиться. Причем я сейчас даже не могу почему-то переключиться на вид от первого лица. Ну, е-мое, ребят, зачем вы меня заставили? Я больше не хочу быть водилом. О, здесь я могу вроде как. Ну-ка, было же. Так, отлично. Все, да, я все сразу закрыл. Да, ну слава богу. Так, и теперь нужно вернуть. Вернуть рукав. Давайте так и сделаем. И можно уже отправляться на базу. Новое задание, наконец-ка, глоток свежего воздуха. Может быть, все-таки здесь еще много различных заданий. И можно не дожидаться обновления, а просто перед началом выполнять 2-3 простенькие задачи по-быстрому. Ну, блин, я не знаю, по-быстрому, наверное, не получится. Особенно, если какой-то вызов расположен где-то далеко за городом, например. Как минимум 5-10 минут потребуется на один вызов, на одно задание. Ну, не знаю. В общем, посмотрим. Я попробую найти список всех миссий где-нибудь в интернете. Чтобы убедиться, что действительно еще много вызовов. И тогда продолжим играть. А на этом тогда можно закончить. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.